Холмы по ту сторону долины Эбро были длинные и белые. По эту сторону не было ни деревьев, ни тени. И станция между двумя путями вся на солнце. Только у самого здания была горячая тень. И в открытой двери бара висел занавес из бамбуковых палочек. — Американец и его спутница сидели за столиком в тени здания. Было очень жарко. Экспресс из Барселоны должен был прийти через сорок минут. На этой станции он стоял две минуты и шел дальше в Мадрид. — Чего бы нам выпить? — спросила девушка. Она сняла шляпу и положила ее на стол. — Ужасно жарко, — сказал мужчина. — Давай выпьем пиво. — Дос сервизас, — сказал мужчина, раздвинув занавес. — Две кружки пива. — Больших? — спросила из-за двери женщина. — Да, две больших. Женщина принесла две кружки пива и две войлочных подставки. Она положила их на стол, поставила на них кружки с пивом и взглянула на мужчину и девушку. Девушка смотрела вдаль на гряду холмов. Они белели на солнце, а все вокруг высохло и побурело. — Словно белые слоны, — сказала она. — Никогда не видел белых слонов, — заметил мужчина, попивая свое пиво. — Да где уж тебе видеть, — произнесла девушка. — Да почему бы и нет, — обиделся мужчина. — Мало ли, что ты говоришь, это еще ровно ничего не значит. — Девушка взглянула на бамбуковый занавес. — На нем что-то написано, — сказала она. — Что это значит? — Анис Дель Торо. — Это такая водка. — Давай попробуем. — Послушайте, — позвал он. Женщина вышла из бара. — С вас четыре реала. Дайте нам еще два стакана Анис Дель Торо. — С водой? — Ты как хочешь, — спросил мужчина девушку. — С водой? — Я не знаю, — ответила девушка. — С водой вкуснее? — Недурно. — Так как же с водой? — спросила женщина. — Да, с водой, — подтвердил мужчина. — Отдает лакрицей, — сказала девушка и поставила стакан на стол. — Вот и все так. — Да, — сказала девушка. — Все отдает лакрицей. Особенно то, чего так давно хотелось. Вот и с абсентом так было. — Ну, перестань, — сказал мужчина. — Ты сам первый начал, — ответила девушка. — Мне было хорошо, я не скучала. — Ну, что ж, давай попробуем не скучать снова, — сказал мужчина. — Я и попробовала, — ответила девушка. — Я сказала, что холмы похожи на белых слонов. Разве это не остроумно? — Остроумно, — согласился мужчина. — Мне хотелось попробовать эту водку. Мы ведь только и делаем, что ездим по новым местам и пробуем новые вина. Мужчина не стал возражать и сказал только вот именно. Девушка взглянула на холмы. — Какие чудесные холмы, — сказала она. — Пожалуй, они вовсе и не похожи на белых слонов. Просто мне подумалось, что вот так же и те белеют сквозь деревья. — Не выпить ли нам еще, — заметил мужчина. — Пожалуй, можно, — согласилась девушка. Теплый ветер качнул к столу бамбуковый занавес. — Хорошее пиво. — Холодное, — сказал мужчина. — Чудесное, — сказала девушка. — Это же пустячная операция, Джик, — сказал мужчина. — Это даже и не операция. Девушка смотрела вниз на ножку стола. — Ты сама увидишь это сущие пустяки, только сделают укол. — Девушка молчала. — Я поеду с тобой сам. И все время буду подли. Сделают укол, а потом все уладится, само собой. — Ну а потом? Что будет с нами потом? — спросила девушка. — А потом все пойдет хорошо. Все пойдет по-прежнему. — Почему ты так думаешь? — Потому что только это одно и мешает нам. Только из-за этого мы несчастны. Девушка взглянула на занавес и, протянув руку, захватила две бамбуковые палочки. — Так ты думаешь, что нам будет хорошо и что мы будем счастливы? — спросила она. — Да я уверен в этом, — сказал мужчина. — Ты только не бойся, я многих знаю, кто это делал. — Я тоже, — сказала девушка. И потом все они были так счастливы. — Если ты не хочешь, то не надо, — возразил мужчина. — Я не настаиваю, если ты не хочешь. Но я знаю, что это сущие пустяки. — А ты правда этого хочешь? — спросила девушка. — Я думаю, это самый лучший выход. Но если ты сама не хочешь, то и не надо. Я вовсе этого не хочу. — А если я это сделаю, ты будешь доволен, и все пойдет по-прежнему, и ты снова будешь меня любить? — Я тебя сейчас люблю, ты же знаешь. — Знаю, — сказала девушка. — А если я это сделаю, то все опять пойдет хорошо, и если я скажу, что холмы похожи на белых слонов, тебе это понравится? — Я буду просто в восторге, — сказал мужчина. — Я и сейчас в восторге, только теперь мне не до этого. Ты ведь знаешь, я всегда такой, когда нервничаю. — Ну, все-таки, если я это сделаю, ты перестанешь нервничать? — спросила девушка. — Да, я перестану, — подтвердил мужчина. — Ну, тогда я это сделаю. Мне все равно, что со мной будет. — То есть как? — спросил мужчина. — Мне все равно, что со мной будет, — повторила девушка. Мужчина смутился и сказал, но мне-то не все равно. — Да, да, но мне все равно, — настаивала девушка. — Мне все равно, что со мной будет, и я это сделаю, и все будет хорошо. — Если так, — сказал мужчина, — то я не хочу, чтобы ты это делала. Девушка встала и прошла до конца платформы. По ту сторону линии были засеянные поля и деревья вдоль берегов Эбру. Вдали за рекой были горы. Тень от облака скользила по зеленому полю, и между деревьями виднелась река. — Все это могло быть нашим, — сказала девушка. — Все могло быть нашим, но мы сами виноваты, что это с каждым днем становится все более невозможным. — О чем ты говоришь? — спросил мужчина. — Я говорю, что все могло быть нашим, — ответила девушка, поворачиваясь к нему лицом. — Но все и так наше? — Нет, не наше. — Весь мир наш, — сказал мужчина. — Нет, не наш, — возразила девушка. — Мы можем поехать куда угодно, — сказал мужчина. — Нет, не можем. Теперь все это не наше. — Наша? — Нет. То, что раз упущено, никогда не вернется. — Но мы еще ничего не упустили, — сказал мужчина. — Ну, вот увидишь. — Идем обратно в тень, — сказал он. — Не надо так волноваться. — Я не волнуюсь, — сказала девушка. — Просто я все понимаю. — Я не хочу, чтобы ты делала то, чего ты не хочешь, — продолжил мужчина. — Я знаю, — кивнула девушка. — Не выпить ли нам еще пиво? — Хорошо, — сказал мужчина. — Только ты должна понять. — Я понимаю, — сказала девушка. — Может быть, мы оставим этот разговор? — Они сели за стол. Девушка смотрела на выжженные склоны холмов за рекой. Ее спутник смотрел на нее и на стол. — Ты должна понять, — сказал он. — Я вовсе не хочу, чтобы ты делала то, чего не хочешь. — Если для тебя это так много значит, я готов пойти на это. — А для тебя? — спросила девушка. — Для тебя это ничего не значит. Мы бы как-нибудь справились. — Конечно, значит, — согласился мужчина. — Только мне никого не надо, кроме тебя. Мне больше никто не нужен. Я знаю, что это сущие пустяки. — Конечно, — кивнула девушка. — Ты знаешь, что это сущие пустяки. — Можно тебя попросить об одной вещи? — спросила она. — Я все готов для тебя сделать, — ответил он. — Так вот, я тебя очень-очень-очень, очень прошу замолчать. Он ничего не ответил и посмотрел на чемоданы, которые стояли у стены. На них были ярлыки всех отелей, где они останавливались. — Я не хочу, чтобы ты это делала, — сказал он. — Мне это вовсе не надо. — Я сейчас закричу, — сказала девушка. Из бара вышла женщина с двумя кружками пива и поставила их на промокшие подставки. — Поезд придет через пять минут, — сказала она по-испански. — Что она говорит? — спросила девушка. — Что поезд придет через пять минут, — перевел мужчина. Девушка благодарно улыбнулась женщине. — Я пойду перенесу чемоданы на ту сторону, — сказал он. Девушка улыбнулась в ответ. — Хорошо. А потом приходи обратно. Будем допивать пиво. Он поднял тяжелые чемоданы и перенес их на другую платформу, в эту сторону станции. Он взглянул на пути, но поезда еще не было. Возвращаясь, он прошел через бар, где пили пиво, ожидавшие поезда пассажиры. Он выпил у стойки стакан «Анис Дель Торо» и посмотрел на них. Все спокойно дожидались поезда. Он вышел, раздвинул бамбуковый занавес. Девушка сидела за столом, улыбаясь. — Ну, как ты себя чувствуешь? — спросил он. — Прекрасно, — сказала она. — Все в порядке. Я чувствую себя прекрасно.